Робототехника. Модуль 1. Добро пожаловать на курс робототехника. В первом модуле вы узнаете, как могут выглядеть роботы, что такое роботы и как его распознать, какие дополнительные элементы может иметь робот, что может заставить робота двигаться, где встречаются роботы дома и в городе, что умеют роботы и в каких областях им уже нашлось применение. Оглавление модуль 1. Что такое робототехника. Модуль 2. Где роботы успешно заменяют человека. Модуль 3. Команда робототехников. Модуль 4. Роботы будущего. Финальное тестирование поделиться. Что такое робототехника. Познакомьтесь с ментором курса Николай Пак, основатель Лиги роботов. В этом видео он расскажет о том, что такое робототехника, каковы основные составляющие роботы и какие он может выполнять задачи. Такие разные услышав слово роботы, вы наверняка представляете себе что-то хотя бы отдали на похожее на человека или животное. Однако в жизни это не всегда так. Форма, вид и размер робота определяются задачей, которую он решает. Кто здесь робот? Поделиться. Все объекты на картинках роботы. Каждый из них автоматизирует какую-то работу, выполняя заранее заданную функцию. Антропоморфный робот заменяет человека на опасной работе. Кодовый замок охраняет вход в здание. Стиральная машина берет на себя стирку. Полоскание и отжим дрона обеспечивает обзор с высоты. Без участия пилота фитнес-браслет считает шаги и потраченные калории. Вместо тренера у них есть общие признаки. О них мы поговорим в следующей части модуля. Пока важно запомнить, робот может выглядеть как угодно. Что робототехники называют роботом? Как видите, внешнее сходство с живыми существами не обязательный признак робота. По мнению специалистов, робота можно описать так. Поделиться. Как следует из описания, робот может выглядеть как угодно. Роботом его делают признаки робота, а не внешние признаки. Давайте разберемся. Как устроен робот и как он работает. Каждый робот это набор конкретных деталей, а зачастую и программ, подобранных для выполнения нужных нам действий. Но чем бы ни занимался и из чего бы ни состоял наш робот, для совершения действия он всегда будет собирать информацию, анализировать ее и действовать по результатам этого анализа. Изучите схему, чтобы узнать, что делают привычные вам роботы на каждом из этапов и какие устройства при этом задействуют. Поделиться. Шаг 1. Ухо. Робот получает информацию или испытывает воздействие извне. Для этого он использует датчики, сенсоры и другие устройства. Сенсор движения, который включает электричество, когда мы входим в помещение, валидатор проездного в метро, микрочип для распознавания голоса в голосовых помощниках. Все это устройство для получения информации из окружающей среды. Шаг 2. Мозг. Робот перерабатывает полученную информацию по заранее заданному алгоритму. В разные времена и в разных ситуациях алгоритм работы задавали по-разному. Так, первые механические роботы начинали двигаться, когда их заводили, как часы. Сегодня решение обычно принимает маленький бортовой компьютер-микроконтроллер с записанной на него программой. Скажем, на основе данных с сенсора движения микроконтроллер дает освещению команду включиться или выключиться. Другой микроконтроллер решает, открывать ли турникет метро. Третий сопоставляет голосовую команду с заданным алгоритмом и по просьбе хозяина включает телевизор. Это устройство анализа полученной информации. Шаг 3. Рука. Робот выполняет нужную операцию. Программа или механизм решают, приводить робота в действие или нет. Если да, он включается и делает то, для чего предназначен. Свет включается будто сам собой, турникет метро открывается и пропускает пассажира, телевизор включается на нужной программе это устройство, которое исполняет команды. Как понять, что перед вами робот? Обязательные элементы. Определить, робот перед вами или нет, можно, обратив внимание на характерные признаки. Поделиться. Система датчиков через нее робот получает информацию из внешнего мира. Например, это датчики движения, сенсоры обнаружения препятствий и т. П. Цель смысл жизни робота, та задача, ради автоматизации которой его придумали. Алгоритм действий по нему робот выполняет нужные действия в разных условиях в соответствии с поставленной целью. Сегодня это обычно программа, раньше мог быть механизм. Исполняющие устройства двигатель, руки, ноги. То, что приводит робота в действие или изменяет его положение в пространстве. Система, в которой объединены первые четыре пункта. То, как они связаны и взаимодействуют. Что часто добавляют к роботам. Дополнительные элементы. Датчик, алгоритм, исполняющие устройства. Это основа, заложенная внутри любого робота. Но обойтись только этим набором сложно. Чтобы робот мог решать больше задач, а работать с ним было удобнее, к основе часто добавляют разные детали. Ниже мы собрали самые популярные, но помните, что одними ими список не ограничивается. Поделиться. Как заставить робота работать. Пять основных способов. Итак, роботы могут выглядеть по-разному. Состоять из различных деталей и выполнять какие угодно задачи. Приводить их в действие тоже можно разными способами. Одни известны веками, другие появились у человечества недавно. Роботы бывают. Поделиться. Механические. Заводные механические устройства использовали еще древние греки. А первый антропоморфный механический робот появился в 12 веке у арабов. В наши дни механику блестяще использует нидерландский художник Тиа Янсен. Его знаменитые шагающие фигуры приводятся в действие ветром, прибоем или человеком. Поделиться. Гидравлические. Такие роботы используют в работе законы движения жидкостей. Регулируя уровень давления жидкости в системе, мы добиваемся от устройства нужных действий. Таких роботов часто можно встретить в промышленности. Они способны прикладывать огромную силу и при этом работать быстро и аккуратно. Именно гидравлические приводы часто используются у роботов-грузчиков. Поделиться. Электронные. Первым таким роботом принято считать миниатюрное радиоуправляемое судно, которое разработал в конце 19 века Никола Тесла. В 1930-х появились первые устройства, которые напоминали человека и могли выполнить простейшее действие и даже воспроизводить отдельные фразы. Сегодня электронные элементы в роботах используются очень широко, но зачастую в комбинации с другими типами систем. Поделиться. Софтверные. Это роботы-программы, которые умеют взаимодействовать с объектами реального мира и давать осязаемый результат. Умный дом в городе, умная теплица на ферме, умный климат-контроль в офисе. Программа, которая включает сеть уличного освещения по расписанию – это тоже роботы. Поделиться. Комбинированные роботы. Самый распространенный на сегодня вид роботов. Одного принципа работы часто не хватает для решения продвинутых задач, и инженеры соединяют внутри работы несколько систем. Например, фитнес-браслет тоже использует механическую составляющую, электронная энергия преобразуется в механическую энергию вибрации, и браслет дает вам знать, что вы засиделись. Очевидное невероятное, почему чат-бот, квадрокоптер и фитнес-браслет тоже роботы. Любые устройства и программы могут считаться роботами при условии, что они делают что-то осязаемое и соответствуют другим признакам роботов. Давайте разберем это утверждение на нескольких примерах из современной жизни. Поделиться. Чат-бот не робот, а обычная программа, если он получает от вас вопрос, ищет ответ в поисковике и выдает его вам. Это всего лишь программа, связанная с другими программами. Он действует в виртуальном мире. Чат-бот это софтверный робот. Если он получает от вас сообщение и выключает розетку или настраивает ее работу по таймеру, он дает ощутимый результат, заметный вне виртуальной среды. Беспилотный дрон это классический робот. У него есть цель, система датчиков, алгоритм, управляющие устройства, система стабилизации, двигатели и т. Д. Поделиться. Квадрокоптер это радиоуправляемый робот. Хотя направление движения ему задает человек, оператор, с земли, устройство само стабилизирует свое положение в пространстве, а потому может считаться роботом. Поделиться. Фитнес-браслет тоже робот. Он призван заменить нам тренера в простейших ситуациях и автоматизировать записи о физической активности, то есть у него есть цель. Он определяет движение, уровень нагрузок или состояние сна за счет встроенной системы датчиков, работает по алгоритму и оказывает прямое воздействие на окружающую среду, например, вибрирует, напоминая человеку, что тут долго сидит пора бы встать и немного размяться. Поделиться. Роботы повсюду, где они встречаются в городе и дома. Мы уже говорили о том, что под влиянием научной фантастики люди считают роботами только те устройства, что похожи на людей или животных. Но мы то с вами знаем, что роботом можно назвать любое устройство или программу, которые имеют цель, алгоритмы связаны с внешним миром через датчики и исполняющие устройства. Такие роботы давно и прочно вошли в наш обиход и люди сталкиваются с ними каждый день, сами того не замечая. Роботы у нас дома. Поделиться. 1. Стиральная машина. Стиральная машина получает указания, запускает нужную программу, а затем с помощью датчиков следит за температурой и уровнем воды. В конце она сама разблокирует дверцу и подает сигнал об окончании стирки. 2. Система управления умным домом. На столе, системы голосового управления начинают входить в нашу жизнь. Так, свыше 30 миллионов человек в России пользуются голосовыми помощниками на мобильных устройствах и дома. Такие роботы бывают исключительно софтверным, как Siri, компании Apple или Алиса, компании Яндекс, а могут выпускаться и в виде устройств колонок Amazon Echo, Google Home, Яндекс.Станция. Они оборудованы системой распознавания голоса и реагируют на внешний мир включением и выполнением команд, заданных программой. 3. Робот-пылесос. Робот-пылесос может убирать по расписанию и в заданном режиме, а может включаться по требованию и убирать все пространства или отдельную зону. Датчики позволяют ему не застрять под мебелью, а в случае внештатной ситуации робот подаст звуковой сигнал. Одна только компания iRobot, известная роботом-пылесосом Roomba, продала по всему миру более 20 миллионов своих устройств и это не единственный производитель. 4. Термометр на стене. Умный дом частный случай софтверных роботов. Климат-контроль в помещении может запускать определенные режимы по таймеру или в соответствии с показаниями датчиков. Когда на улице темнеет или светает, система сама регулирует освещение. Умный дом получает информацию извне через систему датчиков, а выполняет свои функции по заданным алгоритмам через электропроводку, динамики, включение или выключение дополнительных устройств и другие элементы. Поделиться. 1. Робота-рецепционисты могут зарегистрировать постояльца, выдать ему карту-ключи и ответить на простейшие вопросы. Им не нужны перерывы и выходные, поэтому из них получаются прекрасные помощники и администраторов. 2. Робот-бармен принимает заказ через мобильное приложение и наливает клиенту выбранный напиток, либо смешивает коктейль по просьбе или даже рецепту посетителя. 3. Некоторые версии способны распознавать речь клиента и отвечать ему. Уже разработан робот-бариста, который наливает кофе и выдает конфеты, на очереди робот-повар, который будет готовить хот-доги, картошку фри и даже блины. 3. Робот-носильщик получает команду, в какой номер надо отнести вещи гостя, и доставляет их самостоятельно. В номере его встречает другой робот, который разложит вещи по ячейкам, а перед отъездом аккуратно уложит обратно в чемодан. 4. Роботы-уборщики по заданному расписанию чистят полы, аккуратно избегая столкновений с людьми и время от времени возвращаясь на базу для подзарядки и обслуживания. Им надо регулярно освобождать контейнер для пыли и чистить щетки и фильтры. 5. Камеру хранения тоже можно доверить роботу. Достаточно положить сумку или чемодан в специальное окошко и роборука поместит его в отдельную ячейку. Роботы на улицах города. Поделиться. 1. Дроны помогают городским службам и полиции следить за оперативной обстановкой на улицах. На основе данных с камер дрона оператор может удаленно отрегулировать светофор или прислать специалистов на место аварии. У дрона есть камеры, а оператор в случае необходимости дает команду и дрон меняет высоту, направление или скорость. 2. Дроны-доставщики умеют приносить заказ из ресторана или покупки из магазина. Они оборудованы. GPS. Чтобы добраться по нужному адресу и устройствам распознавания лиц узнав заказчика, микроконтроллер дает манипулятору команду выпустить заказ. 3. Современные камеры автоматически засекают нарушителей на дорогах. У них есть детекторы скорости и система распознавания номеров. Если скорость превышена, они автоматически отправляют данные в систему, которая выписывает штраф, то есть действует самостоятельно по заданному алгоритму. 4. Роботы-полицейские патрулируют улицы и обеспечивают безопасность. Скажем, в Пекине это уже реальность. Там они оборудованы системой распознавания лиц, чтобы засекать угрозу. Рукой-электрошокером, ей управляет диспетчер, динамиками и камерами. При необходимости такой робот может проверить документы, обратиться к прохожему через динамики камеры, передать изображение документа диспетчеру. Тестируют полицейских и в других городах. 5. Колесные дроны уже тестируются компанией Amazon, чтобы в будущем полностью автоматизировать городскую доставку. Дрон движется по тротуару на шести колесах, огибая пешеходов, а распознав заказчика, открывает крышку и позволяет забрать заказ. Если вы решитесь собрать такого робота самостоятельно, вот инструкция, как это сделать. Перейти ко второму модулю.